Если бы вы были супергероем, то каким? Может быть, спадермен, потому что связан с мою профессией. Не знаю, я выберу Железного Человека, потому что мне импонирует он, когда он без своего костюма, как он в жизни себя ведет, его чувство юмора, сарказм, ну и что он при бабках. У кого самый худший музыкальный вкус в команде? У нас в основном включают в раздевалки, как правило, либо Магеев, либо Гильермию, но из них двоих хуже Гильермию. О, это легко. Это Магеев. Самый-самый страшный вкус по музыке команды – это Магеев. Я думаю, что у Пабло. Да, точно, у Пабло. Потому что это бразильская деревенская музыка, которая мне не нравится. Для меня она ужасна. Какую самую нелепую новость вы о себе слышали? Когда я играл еще за Краснодар, написали в одной турецкой газете, что я перехожу в Фенербахче, и турецкие фанаты, они очень активно в социальных сетях, начали писать комментарии. Ну и вот, наверное, что-то такое, при том, что я вообще даже никоим образом с ними не разговаривал, не обсуждал. Ты обижаешься, когда тебе на тренировке прокидывают между ног? Это не так часто бывает, конечно, как вы, наверное, хотели бы. Нет, я считаю это обычным делом. Даже улыбаюсь с ребятами. Но знаю ребят, которые очень сильно загружаются на эту тему. А кто? Не буду говорить. Я не обижаюсь, я злюсь. В зависимости от того, кто это делает. Но да, мне не очень это нравится. Ну, глачь. Мне не нравится, когда прокидывают между ног. Я просто не позволю это делать. Кто дольше всех переодевается после матча? Это у нас Мури, Гиля и Пабло. Бразильчики. Я думаю, может быть, Пабло. Пабло всегда очень долго. Я бываю иногда, даже, честно говоря. Ну, так многие ребята, в принципе, все уставшие после игры, поэтому не все сразу торопятся выезжать. Что вам тренер запрещает делать на тренировках? Ну, не бегать на тренировках. В зависимости от позиции, например, центральному защитнику нельзя идти в обыгрыш. Куда позвать девочку на свидание? Хороший, вкусный ресторан. Если нет денег, тогда пусть ты сам готовит вкусное ужин и приглашай свою девочку к тебе домой. Мне кажется, было бы прикольно позвать ее на свой футбольный матч. Ей бы понравилось, я думаю. Я бы позвал на райские острова, где бы были бы только мы вдвоем. Какой был у тебя самый нелюбимый предмет? Физика или история. Моя любимая математика. У меня была физика. Потому что ничего вообще не понимал. У меня самый нелюбимый предмет был немецкий язык, потому что я учился в английской гимназии, было и так очень много английского языка. И немецкий я вот как-то уже не переносил. Слишком много было информации на незнакомом языке, поэтому немецкий. История. Португальский язык. Это то, что мне не нравилось. Что вы бы делали, если бы перед вами пробежала черная кошка? Ну, я обычно за черной пуговице держусь. Сейчас, наверное, не заметил бы этого и прошел дальше. Я бы ничего не делал, потому что я в целом кошек люблю и на эти приметы не очень обращаю внимания. Если смешарики играли бы с фиксиками, кто бы победил? Смешарики. Потому что я не знаю, кто такие фиксики. Выберу смешариков, потому что их форма, насколько я помню, больше напоминает мяч. Смешарики. Я их, наверное, смотрел больше, чем фиксиков. Антон, ты высоко задираешь шорты, чтобы играть как Роналду? Нет, просто это происходит на сборах. Здесь всегда жарко. И, наверное, так просто так удобно, наверное. Антон, ты высоко задираешь шорты, чтобы играть как Роналду? Да. Антон, ты высоко задираешь шорты, чтобы играть как Роналду? Да. Да, да.